Я могла и не брать в рот. Именно. Но жизнь такая штука. Иногда нужно попробовать, чтобы понять, надо оно было все-таки или нет. Я взяла. А вот, друзья, вам и мудрость относили. Жизнь такая вещь, как говорится. Может быть, пригодится? Накануне, значит, ну шумевшая, то ли голая, то ли полуголая, как ее там называют, значит, вечеринка Насте Ивлеевой. Идет плохо с русским языком. Голая вечеринка. Голая вечеринка. Голые фотографии. Что у вас с русским языком? Я вот не у вас. Ну, в целом, теряюсь как-то. Ну, как назовем-то, давайте посмотрим. Ну, так, как они называют, куда нам не уйти. Ну, давайте. В общем, вечеринка Насте Ивлеевой, нашумевшая. Есть уже разные заявления по этому поводу. Во-первых, одни депутаты предлагают вырезать из эфира главных телеканалов всех участников вот этой вот вечеринки. Другие депутаты говорят, надо проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ, а это движение признано экстремистским, запрещено в России. И уже там какой-то, значит, рэпер, вот лично мне абсолютно неизвестный, судя по телеграм-каналам, все его имя пишут очень по-разному. Где там через С, где через С, в общем, все... Вася. Вася, просто Вася. А Новый год он встретит, значит, за... Спецприемники. За решеткой. 15 суток. 15 суток далее. Потому что он пришел на эту вот вечеринку, ну, соблюдая, видимо, дресс-код, но один носок был на самом интимном, значит, месте. Как мы-то с вами будем, вот... А там ведь много было людей известных, там, Киркоров, Собчак. Многие были. С моей точки зрения, эти граждане, которые там собрались, они некий месседж, как это модно говорить, обществу посылают. Вайп еще бывает какой-нибудь. То есть они обществу хотят что-то сказать. Я не могу сказать, что причастны и там и прочее, но на вечеринке подобного рода, где собираются граждане сильно известные и сильно при деньгах, туда нельзя заносить ни телефоны, ни фотоаппарат, вообще ничего. Ну, что потом не слили, как раз таки. Все это строжайшим образом изымается, потому что чем мы тут занимаемся, это вообще не для вас. А тут вдруг навалена куча фотографий. Фотографии, кстати, совершенно идиотские, это меня отдельно поражает. Каче, мы не понравились. Что показать-то хотите? Вот там какая-то 50-летняя тетенька, ты на полном серьезе считаешь, что если ты там какой-то прозрачный пеньюар наденешь, это, ну, с твоей точки зрения, сексуально выглядит. Хочется закричать. Ты же мать. Что ты делаешь-то вообще? На тебя неприятно смотреть. Ты что там в зале полдня проводишь, где-то там на тебе нижеринки, сплошная мускулатура, и радуешь взгляд, и в твои 50 непонятно сколько тебе, 30 или 25, так такого нет. Это мерзость, мерзость натуральная вообще. Это страхолюдины. Но позовите хотя бы фотографа нормального, с хорошим. У него помощник будет со светом бегать, а он фотографирует там немножко фотошопа, и вы хоть на людей будете похожи. А тут на дуалене... Ну, ну, слили просто в первую очередь плохие кадры. Какие-то упыри. И что вы сказать-то хотели? Вот мне вот интересно. Выглядит это как... А нам плевать, что у вас там война, людей убивают. А нам плевать, мы вот тут будем веселиться. Ну, немедленно вспоминается стихотворение гражданина Маяковского. Что вы тут творите вообще, и чем это для вас закончится? Очень... Вот сразу параллели с 1916 годом, где ешь ананасы, рябщиков жуй. День твой последний, приходит буржуй. Эти люди потом в 17-м году удивлялись, за что их убивали. Ну, вот за это, в общем-то. И, ну, ладно, народ тогда более дикий был. Сейчас, я надеюсь, до подобного не дойдет. А зачем вы это провоцируете? Вот хотелось бы узнать. Зачем вы, первонаперво, вы ненависть провоцируете к себе? Это раз. Второе. А я правильно понимаю, вот после этого вы пойдете на Первый канал развлекать всех на Новый год. А вот как вы думаете, а какова реакция на это будет? И дальше все это уже запутывается в какой-то клубок. А я правильно понимаю, что Первый канал, там, это федеральный канал? А кто им управляет? А кто этих людей туда зовет? А вы не пробовали публику почтенную спрашивать, что они думают об этих персонажах? Хотят ли они их видеть? А вот после такого, меняется отношение, не меняется? Это, ну вот, на мой взгляд, это точно такая же... Причем я думаю, что зрители тех самых федеральных каналов, это все-таки люди, может быть, более старшего поколения. Потому что молодежь, она вся в интернете сидит. И может там какой-нибудь условный огонек и не посмотреть. Ну, к гражданам другие вопросы. Я правильно понимаю, это вы ходите на концерты этих персонажей, да? Это вы несете им деньги, это вы обеспечиваете им популярность, а значит, вот этот уровень жизни на вот эти вот деньги. Ну, они себя вот так ведут. А для вас это что, открытие, что ли, я не понимаю? Весь телевизор набит там личной жизнью актеров, певцов, музыкантов. Я вот, честно сказать... Мне никогда это не было интересно. Была когда-то такая группа Пинк Флойта, там такой был мегагитарист Дэвид Гилмор, которого там спросили, а у вас вот там внимание публики, прессы? Он говорит, там печальная картина. Я, в общем-то, музыку сочиняю и играю, а людей интересует размер моей обуви. Ну, а мы понимаем, да. Вы ж дебилы, если вас размер обуви интересует, вы вот, ну, нельзя опускаться до такого уровня. Очень многих, к сожалению, очень многих интересует именно какой-то там грязный бельишек. Издят ногой, блять! В первое время чумы, ну, на костях наших пацанов, которые вот там держат линии обороны, устраивают такие залипухи, ну, да, чё, налесоповал. Поступило предложение, от которого невозможно было отказаться, такой самодеятельный, ну, не совсем самодеятельный, но волонтерский театр, который ездит туда, к детишкам уже года с 15-го или 16-го, и в этот раз они решили повезти туда новую пьесу по мотивам волшебника изумрудного города. Мне предложили быть как раз этим самым волшебником Гудвином. Я вспомнил любимые песни Элтона Джона, «Goodbye Yellow Brick Road» про жёлтую кирпичную дорогу, понятно, и «Крокодила Роуки». Вот тему жёлтой кирпичной дороги и приключений в сказочной стране я туда как раз и пендюрил, зарифмовал, в общем-то, адаптировал для детишек, и это было очень здорово, это получилось. Я переписывался с моим приятелем из Бельгии, он составляет русско-французскую антологию «Поэты за мир». Я ему пишу, вот только меня туда не надо, если есть там релаканты и прочие бандеры. Он мне присылает список, там французский список, не вызывает противоречий, присылает русский. Значит, в русском списке, среди прочих, Би-2, Аукцион, ДДТ, что-то ещё. Я говорю, нет, слушай, вот это вот бандеры и предатели, вот это не надо. Говорю, нет, Валера, вот среди этих нет. Говорит, сейчас напишу в редакции. В общем, этих всех сняли. Ну, я говорю, вот, и переслай ему пост Захара Прилепина, где он нелицеприятно про очередной голубой-голубой-голубой огонёк выражается и переводит свой список артистов, которых страна бы хотела видеть. Ну, та страна, которая живёт, ну, так вот, по законам страны, а не вовне. Дивный сюжет, дивный. Особенно вот этот парень, который рэпер, который Вася. Когда он в носке, значит, протягивает свой аппарат парочке, барышни и юноши, а юноша, а не барышня, снимает носок и хочет овладеть этим аппаратом. И он так осраняется со словами, пошёл туда-сюда, такую мать, ну, ребята, сказал А, говори Б, взялся за гушни, говори, что не дёж, уж запихнул бы по самой, не балуй. Надо расслабляться и делать вызов до конца. Что это такое? Ну, как, первовремя чумы. Ну, первовремя чумы, всё-таки, если вспоминать Пушкина, было как-то так благороднее и экзистенциальнее. А это, ну, это просто инфантилизм. Такие взрослые ребятишки, дебилы, инфантилы, как угодно. Ну, ну, не знаю, да, вот они так резвятся. Малая, маленькая собака до старости щенок. Я думаю, там башляют эти артисты наши, люрексовые такие, краснозадые мартышки. Всё, это уже такой немножко поделенный пирог. Да, вот там треть списка запретили, но две трети осталось, да, но как им без новогодних голубых огоньков? В Ютубе, в соцсетях, там, ну, многих из них, не то, что нет, ну, они там не очень приживаются. Ну, значит, вот надо через телевизор на глаза пенсионеров давить. Ну, опять же, это неправильно и не в духе времени. Я не могу это описать, я это могу просто списать на очень большую доброту нашего верховного улыбнокомандующего, на расслабленность некоторых кремлёвских башен, на попустительство властей, на общее настроение такое сытых буржуйчиков, мещан, вот у которых вот всё хорошо, на разном уровне, да, там, ну... И вот им, кроме, как-то у Пушкина, чей горшок, да сам большой, им ничего не надо. Ну, вот не надо, да, они не хотят жить в этой реальности, а она, тем не менее, вот она, вот она есть у порога каждого дома. Я не так уж, чтобы слежу за молодой порослью, но знаю, что она есть, например, там, ну, вот есть такой в рокерской такой тусе, там, Пётр Брок и Полугора, вот, ну, он, скажем так, не очень залайканный соцсетей. И из тех, которых очень лайкают, есть группа Ермак такая, там, хард метал такой. Вот они, да, у них получаются. Это вот я про новые имена какие-то, ну, про имена, которым уже, там, 10 лет и больше не буду говорить, они все и так на слуху. В 19-м году я в очередной раз приезжал в ДНР и выступал на одной сцене со Стасом Костюшкиным. И говорю, мне пофиг Стас Костюшкин там, чай вдвоём я никогда не слушал, вот, знаю о его нетрадиционных привычках. И он сам на эту тему со сцены шутил, и шутил смешно. Он приехал в ДНР. Для меня он больше мужик, чем все те, кто там в ДНР уклонились, там, все те, кто не замечает происходящее. Вот он мужик, он приехал. Мне не важно, с кем он там глину месит. Вот абсолютно. Мне не важно, да, так сказать. Вот, ну, Чайковский, Элтон Джон, там, Фредди Меркьюри. Это достояние человечества. Мне вот, ну, ребята, вы чего? Вы давайте о другом говорим. А вот эти, которые на костях наших пацанов, которые вот там держат линию обороны устраивать, такие залипухи, ну, да, что, налицеповал. Я вот сейчас в скорости еду, не скажу, когда, уже не к детям, а на передовую. Но мне понятно, я давно выступаю перед солдатами в госпиталях и воинских частях. Но людям хочется, да, немножечко отойти от пафоса войны и что-то такое о быте, о флирте, жеребятину какую-то. Ну, солдаты, молодые парни, что им надо? Да, конечно, пафос уместен, но не навязчивый. Я много ездил там на разные концерты с 15-го года. Езжу в Донецк на Дни города и Шахтера. Ну, вот как выйдет какая-нибудь заполошная бабища с вот такими глазами, как захолосит «Россия! Россия!» Вот гаси свет сливой воду. Такого там не надо. Ну, это только дискредитация. Дискредитация настроения, идеи, духа. Про это надо не казенно. Про это надо по-другому. И насчет книжечки, стал свои книжечки, да, издавать? Ну, не сразу, не сразу. Вот это, по-моему, насколько я понимаю, последние 11-го года. Да, это последний сборник по времени издания. О бесстыднице, о недотроге. Ну, да, там собраны самые куртуазные мои стихи за все годы, мои печатные годы, скажем так. Вот, слово «жопа» встречается только один раз. А почему так? Ну, потому что я хотел, чтобы эта книга нравилась дамам прежде всего. Ну, дамам нравится автор, насколько я понимаю. Ну, опять-таки, да, Евгений, смотри, когда мы, допустим, с моим другом и соратником Александром Волыхом читаем стихи здесь, на площадках Москвы или в Питере, ну, дамы от слова из трех букв не очень краснеют, особенно, если оно художественно обрамлено и оправдано. А вот чуть отъедешь куда-то в провинцию, в Сибири дальше, там уже надо, ну, как-то так фильтровать. Ну, поначалу не надо брать быка за рога, надо осторожно и вкратчиво начинать поэтический концерт. Я могла и не брать в рот. Именно. Но жизнь такая штука. Иногда нужно попробовать, чтобы понять, надо оно было все-таки или нет. Я взяла. А вот, друзья, вам... А вот, друзья, вам и мудрость от Насты Левой. Жизнь такая вещь, как говорится. Может быть, пригодится? Ну, есть социальная рок-опера. Объявляйте. Социальная рок-опера. Дороги в стране Как машины в стране Как и зарплаты в футбол, ЖКХ и, конечно, кино Так, стоп! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит! Отставить Путина! Отставить Путина! Говорю, с ума сошло! А все, заканчиваем. Балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданиям? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать. Им всем на нас накласть бы. Но как им на нас накласть? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова